Перестройка, гласность, демократия. Яркие приметы жизни наших дней. И вот одна из них. Казанцы вышли на улицу, чтобы сказать свое нет строительству татарской атомной станции. Да, после Чернобыля споры вокруг строительства атомных станций ведутся открыто. Сейчас вы увидите хронику начала строительства. Давайте запомним эти кадры, чтобы через несколько лет удивительно их сказать. А ведь действительно, татарская атомная начиналась с чистого поля. Вот уже 8 лет, недалеко от поселка Камские поляны, возводятся корпуса татарской атомной. Затрачено огромное средство, и вдруг такой поворот заморозит строительство. Попытаемся же разобраться и оценить ситуацию с позиции сегодняшнего дня. 1980 год. Принято постановление о строительстве татарской атомной электростанции, общая мощность которой 6000 мегаватт. Сметная стоимость – 2 миллиарда рублей. Отметим, что строится атомная станция не местного значения, а крупнейший в стране энергоузел. Мощность братской ГЭС по сравнению с будущей атомной станцией в Татарии в полтора раза меньше. 1982 год. Уже вбит первый колышек, есть и первые новоселы будущего города на 50 тысяч жителей. И первый раз переступили порог школы всего 6 первоклашек. И вот 1988 год. Камские поляны, город энергетиков, значительно вырос. Сегодня в нем проживает более 12 тысяч человек. Камские поляны, город энергетиков, значительно вырос. Уже близится к завершению строительство первого энергоблока. А всего их будет 6. Чем же вызвано строительство такой крупной атомной электростанции в Татарии? В общей сложности у нас получается так, что в 2000 году у нас появляется дефицит электрической энергии здесь на уровне 5600 мегаватт. В 2000 году. Но учитывая развитие, значит, ВДУ Средней Волги, Огенобеспечерского управления Средней Волги, там дефицит до 12 миллионов получается. Понимаете, вот для того, чтобы компенсировать этот дефицит и при этом иметь какой-то прирост производственных мощностей, новые заводы там и так далее, вот возникло необходимость строить какое-то предприятие, генерирующее мощность. Что ж, весомый аргумент с точки зрения экономики. А с другой стороны, как часто нам будущее атомной энергетики рисовалось в розовых тонах. Теперь иллюзии исчезли. Аварии на атомных станциях в США, Англии, ФРГ и, наконец, Чернобыль. Чернобыльская, Чернобыльская, все говорим на Чернобыльской станции. Почему она получилась? Ведь лица-то нашли виновных. Нашли виновных, потому что нельзя было. Они нарушили все эти инструкции, эксплуатационные инструкции. Халатность со стороны руководства и обслуживающего персонала, конечно, была. Но и реактор имел конструктивные недостатки, и государственная комиссия это отметила. Вот почему так волнуются люди. Вот почему собираются на демонстрации, митинги. Что же ответил директор татарской атомной на волнующие всех на вопросы? Что нами сейчас принимается в части обеспечения безопасности? Ну, во-первых, прежде всего, вопросы связаны с контролем, с диагностикой корпуса и металлотрубопроводов. Это единственный вопрос, который нас сейчас волнует. И, в принципе, он решается положительно. Второй вопрос. Подготовленные учебно-тренировочные центры, где обучается персонал. Принято решение о создании седьмой смены персонала, как есть уменность экипажей на судах, на атомных ледоколах, на подводных лодках. Я все-таки считаю, что альтернативы атомной энергии нет. Я просто вас призываю к разумному, правильному, деловому подходу. Но эмоции все-таки возобладали. На митинге принято решение. Строительство атомной станции заморозить. Я считаю, что это неверно. Вопрос такой ставят. Гидроэлектростанции нельзя, атомные нельзя. А ТЭЦ, чем топить? Вот те, кто сомневается, они знают запасы наши? Чем топить? Меревом нету. Уголь тоже он не вечный. Нефть не вечный. Газ не вечный. Вот гидроэлектростанция построена у нас в Челнах. Что от этого? Разве она не принесла? Она, мне кажется, больше морального горя принесла, чем вот эта атомная электростанция. С покон веков люди жили, питались этими поймами, которые затоплены сейчас водой, и которые дамбы. Все это, разве это на среду не повлияло? Климатически, значит, это разве не влияет? Это больше, по-моему, влияет, чем вот эта атомная электростанция. Так спрашивается, как же быть? Действительно, как же быть? Получать электроэнергию из возобновляемых источников? За счет энергии Солнца, ветра, морских приливов, тепла Земли? Да, их можно и нужно использовать. Они хорошие подспорья в энергии теплоснабжения. Но только как местные ресурсы. Специалисты утверждают, на сегодня альтернативы развитию атомной энергетики нет. Но и уроки Чернобыля забывать нельзя. Учитывают ли их строители татарской атомной? Как-то люди не очень-то настроены о том, что мы строим здесь атомную электростанцию. У них какое-то настроение такое, паническое. Собрались уезжать отсюда. Уже вплоть до того, что чуть ли не с Казани надо уезжать. Так спрашивается, кто я должен только работать здесь до пуска, и потом мы должны все бросить и уехать. Мы же живем рядом, рядом поселок, рядом, значит, работаем, рядом с этими реакторами. Так что, в этом нужно бояться? Это санкция нового поколения, совершенно отличается от Чернобыльской атомной электростанции. Я уверен, что этого не произойдет. Этого не может произойти. По сравнению с чернобыльскими реакторами, здесь реактор корпусной, типа ВВР. ВВР это, в принципе, наш аппарат, они отвечают всем международным требованиям. Во-первых, корпус, он является как бы привихранителем системы, которая привихраняет от выброса. Сам корпус находится в защитной оболочке, которые даже при разрыве контура, при выбросе теплоносителя из контура, с его последующим испарением, все эти продукции остаются здесь. Точина метр. И здесь идет метро, гермозона. Вот этот купол, вот он, закрытый полностью, стопроцентный. Обшитый везде металлом, со всех сторон. Пол у него обшитый, значит, и стенки обшитые, там купол обшитый. Выдерживается очень большую нагрузку. Вот такая защита. Иначе нас просто не принимуты, предварители. Атомно-авзоры, госатомно-авзоры, госприемка и техинспекция. Надеемся, что урок Чернобыля будет последним. Тем более, что и у строителей есть дети и внуки, им жить в этом новом городе, работать на атомной станции. О безопасности же думают не только в нашей стране. Все понимают, что прогресс остановить невозможно. В тех же Соединенных Штатах Америки атомных станций в два раза больше, чем у нас. А ведь и у них были аварии. Во Франции 70% электроэнергии производится на атомных станциях. И в других странах намечены обширные программы по развитию атомной энергетики. Открытие атомной энергии – величайшее достижение человеческой мысли. Это явление нельзя ни забыть, ни упразднить. Нужно лишь научиться использовать энергию атомного ядра правильно и достойно, в интересах людей. Сумеем ли? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова